В эфир американского телеканала Showtime вышла вторая часть фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным». В ней президент раскритиковал решение США развернуть системы ПРО у российских границ и рассказал о стратегии Соединенных Штатов и Европы на Украине. Путин считает грубой большой стратегической ошибкой развертывания ПРО США у российских границ. Он отметил, что страны Запада постоянно убеждают Кремль, что такие системы якобы создаются не против России, а против Ирана. Однако сейчас этой проблемы нет. Тегеран отказался от ядерных программ, а развитие системы противоракетной обороны продолжается полным ходом. При этом Путин подчеркнул, что на все эти действия Россия даст адекватный ответ, что будет означать очередной виток гонки вооружений. Российский лидер также отметил, что американская политика в Украине направлена на усугубление отношений Киева и Москвы. Кроме того, Путин рассказал, как экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден оказался в России. «Надо отдать должное господину Сноудену. Он не собирался задавать нам какую-то информацию. Он призывал к совместной борьбе. И когда выяснилось, что мы к этому пока не готовы, я, наверное, многих разочарую. Может быть, и вас. Я сказал, что это не к нам. У нас и так сложные отношения с Соединёнными Штатами, и нам не нужно дополнительных осложнений. Он просто ушёл и всё, и пропал». Ещё одной темой, которую прокомментировал президент России, стала ситуация с оппозицией в стране. По словам главы государства, либерализация процедуры регистрации привела к многообразию партий, что стало проблемой для избирателей. «Возможность зарегистрировать свою политическую организацию и партию стала настолько доступна, что у избирателей, я думаю, наступает другая проблема. Трудно разобраться в многообразии предложений политических. Проблема оппозиционных сил не в том, чтобы просто бороться с властью, а в том, чтобы показать гражданам, показать избирателям, что программы, которые они предлагают, более выигрышны с точки зрения интересов избирателей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова